АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не признан республику, в Тирасполь. А после этого вернулся в столицу. И уже здесь полностью себя реализовал. Смотрите, вы военный, учились 14 лет. Это хорошо, что в Суаровском был. И вдруг в ресторан. И вдруг псевдоним. Почему? Что, надорвался? Ну, здесь, наверное, больше семейное дело. Так как и семья у нас военная. Начиная с нашего деда, отца, старшего брата, меня. Кажется, он пошел в клуб, затусил. И понял, что нужно остаться там. Что китель — это не его. Не хочется вернуться, нет? Если родина подойдет, вернусь. Молодец какой. Какой хороший ответ. А сегодня вы работаете управляющим? Я работаю партнером крупного холдинга. Возглавляю один из ресторанов. Нравится работа? Безусловно. Адовый труд. Это непростой труд. Пока вы в ресторане, будут какие-то результаты. Стоит вам отлучиться куда-то, все, кто в лес. Вы абсолютно правильно говорите. Здесь нужен тотальный контроль и постоянное присутствие. Так вот, вы, например, заведете сейчас какие-то отношения с девушкой. Как вы ей объясните, почему для вас не существует ни выходных, ни проходных, ни праздников? Как раз наоборот, все праздники — это ваша работа. Ну, так уже получилось, что тот сложный этап становления я уже прошел, когда приходилось вникать. А вот эти на примере ваших жен. Вот первая жена, которая не захотела вникать, не захотела понимать. Расскажите. Ну, так как моя первая жена была очень хорошим человеком, но она была довольно-таки домашняя и не готова была к безумной динамике мегаполиса. Знаешь, что непонятно? Ему вот сейчас вроде он говорит, что там безумный ритм мегаполиса. Так что в итоге важнее, семья какая-то или вот эта работа? Жена почему должна в этих событиях участвовать? Вы бы ей объяснили, милая, вот пока я в Москве должен зацепиться, закрепиться, мне нужно приходить в 4 утра. Давай как-то мы сейчас с тобой сядем и распределим, вот во сколько ты зацепаешь, вот когда у меня будет время, чтобы с тобой нормально пообщаться. Рано утром или, ну, можно же договориться обо всем. Да, безусловно, но вы поймите правильно, что жена это не только в качестве жены, это и друга-соратник, это тот человек, которому ты можешь разделить и радости, и горести, который тебя понимает и который... В чем она вас не понимала? Ну, она не понимала абсолютно то, чем я занимаюсь. Вот расскажи, да ей не важно, я тоже не понимаю, чем занимается мой муж, хотя вру. Лукавите, да, немного? Ну да, не немного. Погружайтесь в будущие события все-таки. Я абсолютно, потому что я, а кто, если не я, кто ему подскажет? Ну, правильно. Кому он доверится? Ну, хорошо, она просто вот категорически не хотела, да? Ну, ей-то было неинтересно, абсолютно. А что ей было интересно? Денежку получать. Да? Ей больше интересно, наверное, было домашний очаг, спокойствие. А продукты сами приводят? Скок, 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 позвонили, пельмешки заказывали, да, вот, и мы вам. Ну, как-то они же должны от куда-то появляться, но... Она замуж за военного выходила, она готова, что будет по гарнизонам ездить там, его тылы, а он приехал в Москву и зажигают в ночных клубах. Пойди, девчонки ему звонят на телефон там, это. То было... Ну, Максимушка стал Маркус. Она тогда кто? Шмаркус. Послушайте, Маркус, и вот вы там встречаете прелестницу у себя в ресторане, сердце у вас прямо зашло. Да, встречаю, и действительно, представляете, я испытал, что такое любовь с первого взгляда, да. Не знаю, на самом деле, про любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда, я верю. Ну, говорят, бывает. Я верю. И, как вы говорите, просто сошлись вот тютелька в тютельку. Да, вот как иньянь просто вот сошлись. И насколько вы так вот иньяньились? Ну, молниеносно, что вот прям... Нет, ну а потом что случилось? Она же другого нашла? Поскорее. Он женился же даже. Нет, я пришел, рассказал своей супруге, что так и так, что, к сожалению, вот так произошло. И вынужден уйти в сторону. Ну, ясно. И? И пошла новая история, пошла любовь. Понятно. Но почему здесь-то все разрушилось? Казалось бы. Казалось бы, да. Казалось бы, все хорошо, все замечательно, все здорово. И обоюдно чувствую. Я, как военный человек, влюбился, женись. Сделал предложение руки и сердца. Причем это сделало очень красиво во Флоренции. Ее любимый город. Ее любимый город с шикарным кольцом, который был погружен в бокал шампанского и преподнесен официантам. Ой. Ну и так далее и тому подобное. Ну, а почему же не заладилось-то? Ну, потому что опять я погрузился в работу. Появился новый проект, в котором я действительно с ног до головы был погружен. И отсутствие меня заставляло ее скучать, заставляло ее переживать, что она на вторых ролях. Вот вы и дарите сертификат в клуб, где учат танцевать. В клуб, где учат танцевать. В элитный клуб Москвы, где учат танцевать. В самом центре города. Ага. Вот. Ну и... Называется «Пчелы против меда». Да, да, когда ты сам себе создал капкан. Сами отдает. Сами отдает, сами оставляет. Потом плачет. Я ездил по командировкам, она ездила отдыхать. А они так танцевали, танцевали, чуть с постели не упали. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Как раз таки все произошло в сентябре месяце. За что нет, нет, когда «да-да». И закрутила она с этим танцором, со своим диско, с учителем танцом. Ну, на самом деле, она неоднократно меня предупреждала о том, что ей все это не нравится, что мое отсутствие ее очень сильно напрягает, что она не чувствует внимания. Ну, короче, как узнал-то? Узнал очень просто. Она во сне вдруг стала делать такие движения, да? Узнал очень просто. Я, говорит, репетирую. Так почему ты звала? Вася, Вася. Случайно открыл ноутбук, и что вообще не свойственно для меня. Ага. Да, и там увидела всю переписку, соответственно. Ну, вот смотрите, Маркус, ну это же всего лишь переписка. Если кто-нибудь мою переписку откроет, меня уличат во всех грехах. Лариса, ну я сразу же, когда увидел, сразу же его на шоу, сразу же с ним встретился. И он что? По-мужски. Конечно. А он? Вы мной не отломали? А у него через два дня была передача «Танцы со звездами». А, и? И по-мужски мне с ним не получилось поговорить. Не пытались ли я удержать обратно? Три месяца пытался удержать, образумить, пытался внушить, пытался различными. С ума сходил. Было довольно-таки непросто, тяжело. Просили бы, да? Ну, я сделал очень много действий. Я думаю, что многие мужчины за всю жизнь столько действий не делали, сколько сделал я за эти три месяца. Маркус, он же старался исправить ситуацию. Нет, он старался исправить, но надо думать, прежде чем это делать. Ну, обвиняете себя, что все-таки вы виноваты? Да, безусловно, отчасти... Не, безусловно, беру на себя 50% вины. Посмотрите, Маркус, я вас хочу, как взрослый человек, успокоить. Если вы действительно работали, если вы действительно не гуляли, если вы действительно не проводили после работы время там с парнями, не зажигали, а все делали для семьи, то вашей вины в этом нет. Вы сами сначала балуете женщин, много им позволяете, а потом вот с вами такая вот хиромантия происходит, поэтому... Полностью с вами согласен. А вот вы животных любите, это что, вы котят, что ли, подбираете на улице? Вы знаете, любовь к животным была привита нашей мамой. Вначале у нас появился очень шикарный кот Персик Зот, потом появился британец Вислоухий, и когда я познакомился... То есть у вас много кошек дома? Два кота. А вот квартирка у вас большая для двух котов? Я собак больше люблю, конечно, но котов я тоже. Ну, 110 квадратных метров. А вы живете с кем? Я живу один. То есть это ваша или съемная? Это пока съемная квартира. 110 квадратных метров, один с двумя котами, когда можно было попроще, уже... Нет, Роза, нет. А подожди, уже квартиру свою купить нельзя. Как говорят, вы знаете, не надо меньше тратить, надо больше зарабатывать. Сейчас будет больше квартир. Ой, да ладно, что нельзя-то? Объясню тебе, почему. Есть возможность жить такой в квартире? Повезло котам. Потому что там, где Маркус работает, очень важно, где, в чем, на чем и с кем. Панты. А тогда мне непонятно, о чем... К сожалению, это так, наш мегаполис встречает по одежке. Ладно, ваш мегаполис. Вы как раз не хотите наш мегаполис, потому что хотите провинциалку. Москвички вам... Кстати, а чем мы вам не подходим? Вы подходите. Вот вы... Не, ну это нам здорово, у нас страна большая. Нет, просто москвички считают, что им все все должны. А ему кажется, что с провинциалкой он начнет жизнь с нуля, и они будут вместе строить. Смейте вас заверить, Маркус. Вот как опыт мой показывает, москвички более воспитанные, сдержанные, образованные. Менее требовательные, чем провинциалки. Потому что провинциалка приезжает и хочет всего и сразу. Всего и сразу. И это ужасно. Мне кажется, у него просто был негативный опыт один, и он по нему уже как-то мерит всех остальных девушек. Вот и все. А я правильно понимаю, что обе ваши жены были примерно похожи внешне? Абсолютно разные. Единственное, что их объединяло, они были обе Натали и обе близнецы. И обе брюнетки. И обе не из Москвы. Да нет, так мало всего общего. Так мало всего общего, да. Он любит брюнеток. Значит, пора блондинку взять. А я вот, Маркус, Максимушка, такую права знаю. Ну так, для сведений. Говорите, не держите себе. Да. Вот есть у нас с вами одна знакомая. Общая. Женечка. Да? Женечка! Иди сюда, мой хороший. Садись, золотая моя. Присаживайся, мой хороший. Спасибо большое. Я вижу, что Максим удивлен меня видеть. Ой, а я-то как удивлена-то была-то, понимаешь, представляешь? Пять тысяч занял. Вот уже Нюльке рассказал перед съемкой, как узнал, говорит, что Маркус идет. Говорит, представляешь, пять тысяч не вернул. Что-то смотрю, уже приготовил деньги-то. Возвращай деньги. Ну, действительно, я был уже не руководителем. Было такое дело. Мы все вместе работали в одном проекте. У меня в проекте. Да, в проекте моего брата. Но на самом деле я никаких денег не занимал, да. Не занимал? А штрафовал. Можно я начну? Да, конечно же. История такая. Были мы тогда еще с Максимом молодые. Зарабатывала я 20 тысяч рублей в месяц. Работала в одном из модных, известных ночных клубов Москвы. Максим приехал туда такой на коне с желанием покорить Москву. То, как он реализовывал свое желание, мне не импонировало. Ну, вы ему ни мама, ни сестра. Какая вам была разница? Вот он так, вы по-другому. А почему такие претензии к чужому человеку? Какая была разница? Зачем она вообще здесь? Я не понимаю суть вообще всей истории. Что она имеет в виду? Собственно говоря, он на меня на что-то обиделся. И свою личную обиду, как мне тогда показалось, перенес на рабочий момент. А в итоге оштрафовал меня. А за что? За 5 тысяч рублей оштрафовать? Им вся моя будет страшная. К сожалению, Евгения не была добросовестным сотрудником, поэтому на каждом собрании... Может, и каршки надо было выносить, там 10 штук, а она только 5 вынесла. Знаете, не согласна с тем, что он говорит. Может быть, по прошествии времени он что-то забыл, либо лукавит. Вот подвох-то где. Может, не кинул когда-то? Вот подвох-то где. Подожди, сейчас узнаем. Он всегда есть. Скажите, а вы вот пришли, я не думаю, что вы такая красивая, такая, ну, внешне благополучная, пришли за 5 тысячами. Ну, не верю. Может быть, все-таки есть еще какие-то вопросы? Может быть, вы пришли за сердце его побороться? Да нет, у Евгения есть свой спонсор, уже хороший, поэтому она сейчас чувствуется великолепно. А вы-то откуда знаете? Ну, работаем в одном направлении, и с земля слухами молвится. Спонсор, я правильно поняла? Это взрослый мужчина, который я хотела. Истинная, истинная, истинная человека. Он очень красиво говорил, и вначале, когда я его слушала за кадром, мне прямо честно хотелось прийти и сказать, ты мне нравишься, давай попробуем что-то строить вместе, что-то создать. Но сейчас, когда он пытается меня подколоть, какие-то слова про спонсора... Он вам нравится. Потому что в другом случае, ну какая вам разница, как он себя к этому миру позиционирует? Она прям волнуется, видите, у нее прям грудь покраснела. Ну, бедная, она волнуется, потому что... Так что, нам должен, а не должен, Жень! Я тогда жила на 20 тысяч в месяц, конечно, должен. Эти деньги, раз человек пришел сюда с этой обидой, готов их пожертвовать, и с того, собственно, кармана... Я обещала, Жень, давай! Давай! Почему же карман у друга? Заметьте, друг дает! Пересчитайте! Мы заметили! Спонсор! Нормалек, нармуйся! Где же мой хороший? Спасибо! Как обещала! Спасибо! Как же моя благотворительность? Как обещала! Просто, а ты на проценте уже не украли! Женя, все, бороться не станете? Знаете, в чем дело? Я, может быть, еще, конечно, посмотрю, но я думаю, что... Я искренне желаю Максиму счастья, но он герой не моего романа. Спасибо! Проходите! Я рада, что вы теперь начнете проживать другую жизнь, без мести в душе. Мне реально низко выглядит очень. Пришла, требовала деньги на программу. Давайте знакомиться с девчонками. Роза? Ну, что я могу сказать? Хорошим мужьям не рождается, хороших мужей делают хорошие жены. Вот, надеюсь, сегодня такую, ну, которая согласится, конечно, найдем, в общем-то. Ну, в принципе, неплохой. Конечно, весь чат держится над женщиной. Я в сомнениях, Ларис. Дело в том, что в 2015 год для ваших отношений с женщинами критический. И, скорее всего, любой роман, который у вас к этому моменту будет, переживет серьезную встряску и сохранить его сложно. Но я вынуждена объявить. Маркус хороший парень, без особенных вредных привычек, наверное, с высшим образованием, как вы говорили. С двумя. Ты уже задала такую людям программу. Девчонки, на годик. Да? А как? Я должна наших героинь предупредить об этом? Ну, нормально, да, так просто человеку? Вот, прекрасный у тебя год будет, дружочек. Нам наезжала справа. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Маркус. Встречайте первую невесту. Здравствуй. Меня зовут Мария. Очень рада нашему знакомству. Меня зовут Маркус. Это тебе. Маленький подарок от меня. Ой, как мило. Спасибо. Спасибо большое. Красивая девушка у меня. Все девушки хорошие. Какая, как ему нравится, брюнетка. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Опять брюнетка. Ой, и подружка брюнетка. Да. Как подружку зовут? Подружку зовут Роксана. Очень приятно. Давайте на нас посмотрим. Мария, 24 года. Военный врач-фтизиатр. Имеет звание старший лейтенант. Играет на трех музыкальных инструментах. Признается, что стесняется есть на первом свидании. И ложится спать не позже десяти вечера. Признается, что мечтает о красивой жизни. Мария рассталась с возлюбленным после того, как он признался, что не уверен в своих чувствах. Надеется, что с Маркусом она не потеряет время зря. Афтизиатр – это легкие, да? А туберкулез? Да, это туберкулез, но не обязательно, что он только легких. Он бывает и костей, разный ход. Слушайте, а это инфекционные же, не опасаетесь? Ну, смелая молодец, но людей так-то лечит. Почему нет? Должен же кто-то этим заниматься. Ну, кто-то. Если все этого сейчас боятся. Если моему мужу не будет нравиться моя профессия афтизиатра, у меня есть диплом врача, я доктор. Я могу в любой момент... А почему вы так сразу отказываетесь? Нет, ну что... Я просто задала вопрос, опасно ли это для близких? Если я, например, заражусь этой болезнью, и если я принесу эту палочку плохо... А есть? Возможно? Ну, конечно, это же непосредственный контакт с... Отчаянная вы девчонка. А почему так у вас с парнями-то не получалось? Один голову проморочил, жениться не собирался. Расскажите. Мне предлагали выйти замуж, когда я училась на третьем курсе. Я встречалась с молодым человеком три с половиной года. Но на третьем курсе это было очень рано. Я считала, что нужно получить образование. Мне кажется, слишком серьезная профессия для него. Нужна прям такая девочка, не феточка, как ты. Я не хотела отвлекаться на семью, на то, что... Нет, все правильно. У меня была определенная цель. Ну и потом вам лет было мало. Вам сегодня-то 24 года всего? Сейчас я закончила институт, я работаю, я абсолютно самостоятельная девушка. То есть я сама себя прокормила. А вот с тем молодым человеком, который вам голову проморочил столько лет, а так предложение не сделал? Вот мы встречались чуть больше полутора лет, и не очень красиво, когда я уже думаю, надо строить свою семью, нужно уже думать о детках, о замужестве. И мы же девочки такие, если мы начинаем что-то копать, если мы начинаем спрашивать, мы всегда что-то услышим, что нам не нравится, что нам не по душе. И что он вам сказал, не на какой вопрос? И когда я спросила, что ты вообще чувствуешь ко мне, и какие у тебя планы о наших отношениях, что ты думаешь? Я не знаю. И что ты ко мне чувствуешь, человек ответил, я не знаю. Я это не понимаю. Когда ты с человеком полтора года, и ты заданешь вопрос, как ты чувствуешь? Любил вам, люблю, любимая. Нет. Не любил, просто провалил. Я видела хорошее отношение к человеку к себе. Но этого мало в 20 лет, не больше. А то чему удивляться? Вот вы гордитесь, что вы человек. Расшифруйте. Может быть, не дописала я что-то? Я не знаю. Ну, во-первых, я горжусь, что я человек. Я никогда не была содержанкой. Я ни на чем обеспечении была. Я живу самостоятельно с 18 лет. Получила образование. Я за 3000 километров уехала от родителей, потому что я из Тюменской области. И я с 18 лет живу одна. А как в общем-то вам тогда поможет? А сейчас в Москве снимаете что-то? Я не живу в Москве, я из Ульяновска. А, вы приехали. И в Москву не собираетесь? Как карты лягут? Мне кажется, на его не очень заинтересовало. Он как-то так сидит и на ведущих больше смотрит, чем на неё. На самом деле я боюсь город Москва, потому что он большой. Но если мне человек создаст определённые условия, он вселит мне уверенность, что я на самом деле побоялась бы приехать в этот город. Потому что одна бы я не приехала, как некоторые девочки приезжают покорять Москву. Но я не верю, что девочка из провинции может приехать и покорить эту Москву. Я такая нужная. Я знаю, вы, наверное, исключение. Нет, не исключение. Из-за вот моей коллеги процентов 80 приехали. Мне кажется, сейчас такое время, когда, наоборот, если есть желание, есть вера в свои силы, можем покорить любые вершины. Я сам приехал, мой брат приехал сюда также. На что вы готовы ради семьи? Я готова на многое, кроме одного. Кроме чего? Я никогда не соглашусь не работать. Молодец. А работа не должна мешать воспитывать детей, чтобы он не забирал всё время. Вот тут к нам будет хочется с Женей подойти. Ещё разок. Вернуть пять тысяч обратно не надо мне. Жень, мне вернёшь. Она с АНДС. Ну тут ждём. Пять, она. Что не надо? Присядьте, Женечка, вот там стул свободный. Прямо неугомонная такая, красивая. Или платье купила недавно, хочет, чтобы все увидели. Стыдно признаться, но сердечко забилось. Забилось? Я решила, подумала и решила остаться и побороться за сердце Маркуса. Ну Маркус тоже как-то зарделся, ему тоже несколько ровно. А вы знаете, вообще вот когда с таких конфликтов начинается отношение, это неплохо. Вот это поворот. Вот, значит, вот это поворот. Мария, никак не смущает вас, что вот... Абсолютно. Не смущает? Ну а что меня будет смущать? А вообще как относитесь к подружкам молодых людей своих? Вот терпели бы, допустим, у вашего мужа? А была лучшая подружка, да, допустим? Я нет. Я вот на самом деле, мне кажется, ну это неправильно. Я бы ревновала, вот честно. Ревновали? А позволите Жене вот присутствовать сейчас? Или нет? Мне неприятно, что она здесь находится. Да, это не очень комфортная ситуация для меня. Но если подруга себя нормально ведет, Ира. Нет, если подруга с мужем, как бы семейный дружит. Если подруга себя нормально ведет, а это вот она, подруга. Вот Женя, если подруга сидит и завлекает. Это леопардит. Это леопардит, да. А что вы сразу так спасовали? В каком плане? Ну, вам неприятно. Ну мало ли неприятно, в других домиках тоже сидят еще две другие девушки, на самом деле. А попросите, а попросите уйти, Женя. Нет, вы знаете, я сейчас здесь не буду разбирать. Нет, так почему не надо разбирать. Я прошу уйти вас, Евгения, отсюда. У вас тут мужика из-под носа вы уйдет. Нет, знаете, но играться за мужчину и разводить конфликт я тоже не буду. Нет, я все-таки настаиваю, Маш, попросите Женю уйти. Это ваша территория. Беломатично. Евгения, я считаю, что на данный момент вы лишний персонаж здесь. И было бы очень хорошо, если бы вы покинули бы это место. Скажите, а у вас есть какие-то чувства к этому человеку? Или вы сейчас все ради шоу просите меня уйти? Или действительно вы пришли и хотите добиться? Молодой человек симпатичный. Он вызывает определенные чувства. А если я про него рассказала, вас не смутило? Ну, я могу сказать, что ничего сверхъестественного вы не рассказали. Не понимаю, зачем было приходить на программу, чтобы выставлять себя вот в таком вот свете? Что ты бегаешь, заунижаешься. Сначала мелочная, меркантильная. Со спонсорами. Я чувствую себя сейчас виноватой. Все-таки это свидание. Жень, прямо сейчас заплачу. Я думаю, мы в любом случае встретимся с Максимом. А я пока далеко уходить не буду. А сейчас, наверное, все-таки оставлю. Спасибо большое. Что-то, 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 что-то. Ну, свою нужно защищать, Мария, на любом этапе. Ну, вам всего 24 года, и вы не москвичка, вы неискушенная. Поразите нас сюрпризом своим. Мне нужны вы и кого-нибудь из... Наверное, в детстве всегда вы выходили во двор и видели очень интересную игру. Она называется «Резиночка». А она будет прыгать, да. Миленько она придумала. Видите, как здорово. Раз. Ничего не знают, да. Ничего ты не умеешь. Как надо прыгать в «Резиночку». Да можно поднять уровень. Во-первых, надо. Да, начинают. Поднимай большое. На, бежим. Эт, молодежь. Сюда. Роза, не вы. Это называется «Получилось»? Нет. А ну-ка, второй раз даю тебе. Новое шоу на первом канале «Резиночка». Резиночка. Со звездами. Да. Роза-чемпион сразу. После вышки ничего не страшно. Да стой ты! Всем молчать. Какая лучшая. Супер. Молодец. Спасибо. Здесь молодежь. Да, вот так вот. Молодец. Спасибо большое. Сильна, мать. Сильна. Спасибо большое. Это мне потом правила рассказать. Ладно. Все, девчонки, проходите в свою комнату. До свидания. Почему именно в мой эфир? Почему именно в мой эфир? Понравилась невеста? Мне понравилась. Мне да. Хорошая девушка. Серьезная. Хорошая профессия. Потому что закончить медицинский институт без всякого блата, без нажима со стороны родителей, с самой повелением сердца пойти. Ой, ну мне кажется, это здорово. А то, что она прыгать не умеет, а Розу умеет. Ну так зато ты и лечить не умеешь. Я, может, лечить-то не умею, а вот вправлять и выносить мозг умею. Да, это я знаю. Я мозгоправ такой-то. Да, да, да. Ну понравилась тебе Машка? Да, Машка, понравилась. Ну, конечно, молодая. Хотя 24, ты тоже как бы такой рубеж. Нельзя все полумерами. Понимаешь, если делаешь, то делай хорошо до конца. Даже если не умеешь улыбаться, то тогда показывай оскал. Лучше вообще ничего тогда не делай. Вот началась что-то, так продолжай до конца. Понимаешь, вот пока нет у нее вот этого. Не то вот так вот из подносов все ее водить будет. Сначала мужика уведут, потом глядишь. Вы знаете, но мне приятнее наблюдать за девушкой, которая в 24 года не то, что беспомощная, а вот стеснительная. Есть, стесняется на первом свидании. Не может соперница указать на дверь. Скажи, пожалуйста, ты сейчас хочешь конфликты здесь? Нет, я конфликты не хочу. Девочки, я пришла сюда за другим. Поэтому давайте сейчас он бы осмотрим. Может быть, я это домой, я не могу, либо в другую комнату. Не может того, не может другого. Чем вы такая, знаете, на все руки мастерица в 24 года? Ну вот как-то мне хочется верить, что Мария всему научится. Мне просто кажется, что Марии этот мужчина точно не подходит. Слушай, что ты вообще здесь сидишь и считаешь? Ну, потому что я вижу. Она водный тип, та женщина, которая нужна вам. И надо сказать, что и сексуальный типаж ваш, судя по вашим рассказам о брюнетках двух жёнах. Она девушка. Вот той повадки и мягкости. И я могу сказать, что она не слабая. Ей нужен такой контролируемый весельчак. То есть мужчина, который будет не сухим, достаточно живым и одновременно, но он должен быть довольно управляемым. То, что у вас с весельем всё понятно, всё в порядке, вот насколько вы контролируемы, вот тут сомневаюсь. Но девушка хорошая. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Маркус». Встречайте вторую невесту. Привет. Привет. Меня зовут Людмила. Мне очень приятно с тобой познакомиться. И я надеюсь, именно я тот ангел, которого ты ищешь. Людмила, очень приятно быть тебе, Адмия, ангел. Спасибо. Давай познакомимся. Такой оленёночек Бенди, да. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. С кем вы? Я пришла с своими подругами Светланой и Александрой. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Мне очень приятно. Людмила, 22 года. Художник-портретист. Мечтает написать портрет Анжелины Джолей. Предупреждает, что в её доме часто пахнет краской. Гордится тем, что может отремонтировать машину своими руками. Считает себя первоклассным кулинаром. Признается, что никогда не станет мириться первой. Возлюбленный не баловал Людмилу ни вниманием, ни подарками. Надеется, что Маркус покажет ей небо в алмазах. Вот у вас были отношения, да, с молодым человеком, который как-то очень неправильно вёл себя по отношению к вам. Ни подарков, ни никаких приятностей. На самом деле не самое главное было в наших отношениях. У нас отношения с самого начала пошли немножечко не в том русле, в котором хотелось. Мы, во-первых, были очень маленькими. Мы в 16 лет познакомились в социальной сети. Ну а хотели какого развития с ним в отношениях? Вот чего хотелось бы в идеале? Мне просто хотелось отношения. Я была юная, мечтала о семье, о свадьбе. Нет, ну вы говорите, он вам не подарил ни одного подарка за всё время. Ну... А вот каких подарков от мальчишки 16-летнего хотелось? Нет, это не самое главное. Я такого не говорила. Почему вы так... Вот я, например, рассталась, у меня был ухажёр, который не подарил моему ребёнку Георгию шоколадки, а очень хотел жениться. Понимаете, не мне цветка. Слушайте, мужик-то мельчает. А мне кажется, что зависит от женщины. Поэтому что здесь такого? Нет, у нас всё доходило до абсурда. Вот расскажите про абсурд. Мог приходить ко мне и говорить, отдавай мне деньги за шоколадку, который я тебе купил неделю назад. Вот, то есть до такой степени, даже не знаю, как это описать. Может быть, он так шутил, милая, Людочка? Нет, это не было похоже на шутки. У нас отношения длились почти 5 лет. А чем тогда он вам нравился? Ну вот хорошо, если он за шоколадку деньги просил. Ну вот ты любила я его. Ты первая любовь такая безумная была. Милая, за что тогда любила? Первая любовь безумная. Ну можно за губки, за красивые заглазки полюбить? Месяца два. Но потом уже хочется, ну не знаю чего-то, мяса какого-то. Ну вот я любила его, не знаю, за губки, заглазки. Что еще у вас? Наполнение, то есть помимо внешности и чувства. Она молодая, в 16-17 лет. Ну какое там у нас было бы наполнение, да. Ну 5 лет это большой срок. Да, мясо надо Жене. Нет. Женя, это вот эта хищница? Да, да, да. Из-за чего расстались? Что устала? Вот прям точка кипения последняя? Ой, точка кипения был вообще ужас. Значит, была такая ситуация, мне нужно было поменять резину летнюю на зимнюю. И настал такой момент, когда я говорю, любимый, вот нужно съездить, давай, пожалуйста, помоги мне. Он пришел с работы и говорит, нет, знаешь, я устал, езжай-ка сама. Я говорю, ну как я, девушка, на летней резине, мне сложно будет, страшно, там вдруг со мной что-то случится. В итоге мне поехали помогать друзья. Молодой человек остался лежать дома на кровати у меня дома, смотреть телевизор. А мама ваша в это время? Да, заходит к нему мама и говорит, а что тут лежишь-то, почему ты не едешь, любимая своей не помогаешь. А он такой, как бы вам будет лучше, если мы вдвоем разобьемся. Ужас какой. Вот он ответил такой о моей маме. Нет, я не москвичка, я из Екатеринбурга. Собираетесь в Москву? Нет, я не планировала в Москву, никогда даже об этом не задумывалась на самом деле. И я знаю, что вы приехали специально к Маркусу. Да, я приехала специально к Маркусу. Скажите, а как вы считаете, есть перспектива в вашей профессии? Вот вы художник продаваемый? Да, я этим зарабатываю. Хорошо, ну круто. Есть подарок, сюрприз для Маркусы? Да, у меня есть сюрприз. Классно. Молодец. Мы с тобой еще не были знакомы, а твой образ мне уже не давал покоя по ночам. Сколько писала портрет? Ну, очень быстро получилось за неделю. Ну, похож, очень похож. Очень здорово. Спасибо. Умница, умница. Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. А, пакетик. А, пакет, да, еще. Я забыла, вам подарочки принесла. Ой, какая. Да, у нас вся семья творчество, и тоже поделки делает моя мама. Какие классные. Маконяшки какие клевые. Сами делали, да? Да, это у меня мама занималась. Да, и качество, и все самостоятельно. Спасибо, ну, короче. Проходите в комнату, сейчас послушайте, что мы будем о вас там говорить. Спасибо. Антон и Андряс. Ну, мы в шоке. Вот лично я в шоке, ну, хорошая девушка, очень, действительно, скромная, неиспорченная абсолютно. Видно, что заморочилась. Это, ну, я просто сам пишу картины, и, как бы, вот, то, что она сделала, это, конечно, очень необычно, даже для этой программы. То есть человек специально ехал, это, я поражен. В общем, я считаю, что... И для меня, например, очень естественна эта история с этим, с дурачком, пять с половиной лет, по юности влюбилась, а потом не знаешь, что делать. Вроде он есть, и ничего такого плохого тебе не делает. Какой-то лох, на самом деле, судя по всему. С дурачком, по-другому его не назвать. Не, ну, девчонка, конечно, хорошенькая, и тоже вот из провинции. А я вот так просто представила, лет через пять, что будет происходить. А ничего хорошего, собственно говоря, не будет. Приедет она в Москву, потому что встречаться, а как туда-сюда-то? Жить должна рядом. В Москву приедет, это он еще бегать будет. Она, он ничего не видела в этой жизни, соблазнов много. А вот как раз попадет она в этот, в его ночной этот, он ее опять потеряет. Вон как то, что ты ветреная. Я считаю, ты очень неветреная даже. Я считаю, ты очень неветреная. Я в этом смысле не пугаюсь как-то ничего. Портретист – чудесная профессия. Это постоянный хлеб. Она же не пейзажи пишет. В общем, она не претендует на гениальность. И при том, это человек, который всегда будет с копейкой. Конечно, когда женщина лет пять-шесть поддерживает неустраивающие ее отношения, за этим что-то стоит всегда. Но я считаю, что гороскопически это видно. Мальчик был таким выплеском для гнева. Иначе она испортила бы отношения свои с мамой. Мама вообще была бы рада от него избавиться. Я думаю, что этот парень был прекрасным объектом для обсуждения с мамой, посплетничать о том, какие мужики все неправильные, как все это тяжело. И да, это какое-то время держало. И поэтому женщины вот именно таким образом держали его пять лет около себя. И она, и ее мама. Но если вы дадите ей другой повод вас ценить за что-то, может быть, она с вами будет по другой причине. Я предлагаю Маркусу встретиться с третьими, если проходите. Привет, я Злата. И я уверена, что я смогу изменить твое мнение о столичных девушках. Нахадара, к тебе. Спасибо, это мой любимый цвет. Из-за меня. Какая самоуверенная девушка, да? Здравствуйте, Злата, с кем вы? Я со своей мамой Светланой, со своей подругой Ирой. Очень приятно. Давайте посмотрим. Злата, 25 лет. Пиар-специалист в крупной компании. Занимается серфингом, картингом и много путешествует по Европе. Гордится своим братом. Признается, что не готова жить с мужчиной до свадьбы. Возлюбленный постоянно ставил ее перед выбором. Либо он, либо ее друзья. В итоге Злате пришлось отказаться от ревнивца. Надеется, что Маркус не будет ей ставить никаких условий. Вы гордитесь своим братом. А что в нем такого особенного? Что там за заслуги? У меня небольшая история. Так получилось то, что своего брата я встретила всего два года назад. Просто так получилось то, что я всю жизнь хотела иметь либо братик, либо сестренку. И я случайно узнала про такую программу, как «Старшие братья и старшие сестры», где ты можешь стать волонтером. И у тебя появится либо брат, либо сестра. И эта программа собой подразумевает то, что ты видишься с ребенком раз или два раза в неделю. И даришь ему свои тепло, советы. Но вашему брату к тому моменту, когда вы его нашли, было 18 лет? 16. 16 лет. Как-то очень странно так себе братиков-то выбирать, таких уже взрослых. А почему там не пивыращивать для себя? Так, 16-17 лет, и вырастила себе мужа. Смотрите, как вас. Слушай, все, да, бровь, бровь у него поднялась. Зашевелилась. Потому что у меня двоюродные братья, но я их вижу очень редко, потому что они живут в другой стране. А я знаю, что братик в зале у нас. Поднимите руку. Красавчик. Сейчас сколько? Сейчас 18. Поступил в институт в этом году? Да, он учится на логиста. И еще он очень самостоятельный. Он еще и красавчик. Да, мне очень приятно, насколько он изменился. И он был очень скромный. В этом году он поступил в институт? Да. Ну здорово. Я вас поздравляю. Спасибо. Действительно, есть чем гордиться. А про вашего молодого человека расскажите. У меня был один молодой человек. Встречались мы два с половиной года. Это было... Ну вот как раз наши отношения закончились где-то два года назад. Расстались потому, что он был жутко ревнивый. А я, поскольку девушка общительная, у меня очень много интересов, много друзей и знакомых. И я постоянно... Нет, послушайте, здесь будет любой ревнователь, любой будет недоумение. Он вам там, давай к маме, к моей съездим на блины. А вы говорите, нет, я поеду в детский дом брать к себе найду. То есть для него, наверное, была такая девушка-то непонятная, с сюрпризами. Я вот считаю, что молодой человек, он всегда должен быть на первом месте. Это твой мужчина. И какие здесь друзья вообще? На самом деле, это не настолько все гротесно было выражено. То есть мы постоянно проводили вместе время. Просто ему было не так интересно с моими друзьями. У него были свои занятия. И просто я с своими друзьями часто виделась. Просто я вообще человек достаточно независимый. Я люблю реализовывать себя и не сидеть дома. Злата, вам 25 лет. Вы понимаете, что в браке о никакой независимости речи быть не может? Что в браке мы зависим от привычек друг друга, от графика, даже от того, кто ты, сова или жаворонок, от темпа-ритма, от, не знаю, характера. Мы от всего зависим. Конечно, я согласна. Но в моем понимании отношения должны быть партнерскими. А что значит для вас партнерские отношения в браке? То, что каждый уважает интересы от друг друга, как-то старается найти компромисс. И, может быть, ищет пути реализации каких-то совместных планов. Вы залюбленная мамой. Вы без мамы ступить не можете. Маспичка, вы ошибаетесь. Первая советчица. Вы ошибаетесь. А вот Маркус хочет уже самостоятельных отношений, детей хочет. Вы готовы? Да. А он отдельно живет, да? Да, да, я живу отдельно. Я просто приезжаю к родителям один или два раза в неделю, поскольку родители у меня очень много работают. Или вам квартиру родители? Нет, я снимаю. Полная семья, как хотели. Но москвичка. Одна москвичка, да. Она живет самостоятельно. Да, я детство все прожила в загородном доме с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. Приданная у нас хорошая. Ну да, два дома. Всем приятно иметь богатую невесту. Конечно. Что там плохого, да? Ой, я смотрю, у вас это, дорогой, наверное, поди, да? Прямо все глаза это отсмотрела. Я тоже обратила внимание на ваши красивые украшения. Золото это мне Лариса подарила. Отлично. Богатые, видишь, какие у нас цацкие. Злата, что вам в себе не нравится? И к маме вопрос. Светлана, вот конфликты были у вас в основном из-за чего? Вот где не усмотрели? Вот что не подкорректировали вовремя? Ну, слишком самостоятельная девочка. А мне в Злате все нравится. Она в моей жизни появилась три года назад. И это человек, который я могу назвать своим самым лучшим другом. Она настолько сильно меня поддерживает каждую минуту. И со мной часто происходят беды, и она всегда рядом. Она ни разу не отвернулась. Очень хорошо. Злата, я только хочу об одном предупредить. У вас, да, это сильное начало. Кого-то опекать, кому-то помогать. Ну, вот что я вам хочу сказать. Такая вот жажда вовсю встрять и помочь, мужчин напрягает очень сильно. Поэтому, может быть, не стоит уж так-то участвовать и так опекать. Ну, а почему я опекаю? Просто человек должен всегда выбрать... Человек должен выбрать себе каких-то спутников по жизни, да, то есть каких-то надежных людей. И определилась, у меня есть семья, у меня есть друзья. Вот как вам кажется? Я вот, Светлане, скажу, Светлана, вы взрослая женщина. Вы же знаете, что огромное количество женщин живут с пьяницами, с недостойными мужчинами всю жизнь. И страдают от этого. А лиши их, этого пьяницы или недостойного человека, и вы как землю из-под ног выбьете. Они не будут знать, чем заниматься. Вот мне хотелось бы, чтобы немножечко Злата сделал шаг назад и уже начинала 25 лет, а ты не еще. Если она выбрала при жизни. Ну, было бы написано, мне не нужны отношения, прям реально. Либо я еще пока по Европе не наездилась. Если у меня будут дети, я буду как раз посвящать полностью себя своим детям и семье. Да, хотелось бы. Поэтому, мне кажется, это положительное качество. Покажите сюрприз. Ему нравится. А мне нет. Ему нравится. Тебе-то. Браво! Спасибо, барышни. Проходите в свою комнату и не забудьте ангелочка. Молодец. Главное успех. Понравилось? Не страшновато? Прекрасно, девушка. И выглядит хорошо, и говорит складно, и видно, что энергетически заряжена, очень позитивно. Хочет быть, пытается. Да, и заботу проявляет, по работе будет помогать, пиарит ресторан. И смотрите, ей куда-то Женька запропастилась, не пришла. Да, мы бы все только подумали. Потому что она понимает, что со Златой-то уже не очень сильно потягаешься, да, помиряешься? Не, ну, невеста хорошая. А потом вы тут это, особо-то не разбегаетесь, прям разбежались. Мы будем вам помогать по вашим там этим делам. У нас свои дела, у вас свои дела. Ну, конечно, мне есть чем заняться, у меня очень много интересов, поэтому готова поддерживать все. Вы в ресторан, а мы на Бали. Ну, соответствовать надо. А то пока у вас квадратных метров нет, я не знаю. Я думаю, там со стороны мамы могут быть проблемы, потому что мама с таким, мне кажется, бы нарком, что такую дочу вырастила, а ты кто такой? В провинции. Причная, да. Мне очень приятно. Приветствую тебе, Злата, наверное. Ну, вообще, профессия пиарщика – это диагноз, и диагноз не самый плохой, я хочу сказать. Это люди не просто контактные, они активно сами инициируют контакты, они действительно много общаются. И вы видите, какая она подвижная. С подругой познакомилась, помогает. Брата нашла себе таким нетривиальным совершенно способом. И одновременно мужчин любят выбирать немножко темных, давящих, таких очень сложных, и при этом тревожный человек. Очень сложный замес в гороскопе. Замес ужасный. После рекламы мы узнаем, кого выберет наш жених. Не пропустите. Антон и Андреас, кого советуете? Я бы выбрал Бумарии. Спасибо. А что вы скажете? Да, я тоже выбрал Бумарию. Спасибо. Я согласна. А вы не сможете. Что? Я ему подхожу. Мне кажется, он к тебе и не зайдет. Три девушки замечательные сегодня за вас боролись. Но не нужно забывать и Женечку, которая пришла, чтобы победить всех этих троих, как ей кажется, неправильных девушек, которые пришли на свою поляну. И мне кажется, она не делала это противно, как могла. Чем-то вы ее так зацепили. Может быть, просто ей нужно поставить точку финальную, что не вы ее исключили из своей жизни. Боюсь, что она замутит сейчас с вами отношения, если пойдете к Жене, и потом она вас вычеркнет. Знаете, как на гробке всплясать. Возможно, да. А чтобы сказать, нет, это не ты меня, это я тебя увольняю. Месть это блюдо, которое подается холодным, и возможно, возможно, она... Потому что три года лелеет в себе это чувство мести, мне кажется, это чересчур. Для брака это не очень. Если он сейчас зайдет сюда, за тобой твои действия какие будут? Чтобы сказать, нет, это не ты меня, это я тебя увольняю. Жень, я скажу честно, я бы вышла. А вот Мария первая, в которой есть и нежность, и стержень тот же самый, и то, что вам нужно, и образование, что для вас немаловажно. И она будет плыть рядом с вами. Поэтому я, конечно, за Марию. А ты, Роза? Я за Злату. Хороший потенциал. Ну, девчонки, если вдруг он все-таки вас не выдарит, не переживайте, у нас есть сайт двое.тв, мы там вам женихов найдем. Мне очень понравилось, особенно когда я видела вас живьем, вот эту энергетику я почувствовала. Ну, я думаю, она выйдет за собой. Ну, он должен. Ну, глупо к Василисе сейчас обращаться, если она в начале передачи сказала, что все это бессмысленно, сегодняшняя программа, что год с небольшим... Может быть, она поменяла свое мнение? Нет, я, к сожалению, не имею аргументов поменять свое мнение, но, тем не менее, я должна сказать. Мужчины вашего типа действительно выбирают таких женщин, как Мария, чаще. То есть, получается, мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Вот тут тоже нет этого совпадения. Вы хороши для Златы, Мария больше хороша для вас, поскольку вы герой программы Марии. Слушайте себя и свое сердце, оно точно приведет вас туда, куда нужно. А мы вас поддержим в любом случае. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4151. Враздат, 26 лет, номер 2989. Певец в ресторане. Любит готовить, увлекается лыжным спортом и посещает фитнес-клуб. Мечтает открыть свой ресторан. Познакомиться с красивой и воспитанной девушкой с мягким характером. Кирилл, 25 лет, номер 299. Частный предприниматель. Играет в футбол, баскетбол, катается на коньках и роликах. Мечтает купить дом в Израиле. Хочет встретить доброжелательную и милую девушку с веселым характером. Мы не знаем, выйдет Маркус один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Мария, не хотите со мной встретиться вне этой передачи? Я согласна. Замечательно. Сегодня у нас есть пара Маркус и Мария. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени Герой на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. У нас было у мамы семь, пять сестер и два брата. И мы оказались все в детском доме. И вот я позволил ее поцеловать, и первая пневуха. Раз, и у меня прям мордочка, личка, да, в сторону шла. У меня нету никого, я одинокий мужчина. Я работал на маршруте 209 маршрут, метровый, 138 квартал. Подоиграет мне козу. А полы тебе не помыть у тебя в автобусе. Ну, я жестокий, в принципе, да. Дело случая, дело случая, чтобы любви тебе повезло. Ох, жарко было сегодня на программе.